Тебе тоже. Немного о раннере сразу, но этот раннер держит, собственно говоря, VR в этой игре. Раннеров не так много, всего трое, но тем не менее. Но тем не менее. Да, и как ни странно, играют Bethesda и... Да, вот показали на настройки, которые будем использовать. Итак, если сейчас вот заставка пройдет, это... И... 3, 2, 1... И пошли. И сразу же... Наверное, вам непонятно, что происходит. Мне немного тоже, но тем не менее. Грубо говоря, при стрейфе в... В стену, скажем, в наклонную поверхность скалы и в резком повороте мыши, мы... Сразу же оказываемся наверху этой скалы, скипая большую часть уровня. Так же... Вот сейчас вот, например, мы... Одновременно и стреляем, и выбросаем молотов, чтобы сразу же взрывать... Роботов. И... Здесь мы... Используем... Похоже немного... Трикс. С тем, что мы... По диагонали идем в стену... В дверь, точнее. Паузим нашу игру... Отдельной кнопкой. И... С помощью... Дропа фрейма рейта... И... Использования этого... Мы... С определенной вероятностью можем... Где-то с третьего-четвертого раза... Пройти сквозь дверь. И так... Это, собственно говоря, два трикса, которые мы будем использовать... Всю игру. Первый это называется... Сейчас скажу... Точно... У меня гайд не открыт. Слоб клип, когда мы... По скалам прыгаем... Мгновенно. И... Собственно говоря, ОВБ. Который используется при... Стрейфе и... Паузинге. Стены. Визуально это очень сложно понять, что именно конкретно происходит. Наверное, в этой секции нет, конечно. Здесь мы просто едем. Хоть и пускай не по дороге сейчас. Мы едем в скалу. И да, мы можем пострелить в луну, и она нам говорит... Ау-ау-ау-ау-ау. Ау-ау-ау-ау. Ау-ау-ау. Скотина, что ты стреляешь? Ау-ау-ау-ау-ау-ау. Ау. Мы убили луну. Забавный факт. Забавный факт. Забавный факт. Забавный факт. Движок, насколько я понял, здесь используется тот же самый, что и в дегерфоне. The Elder Scrolls, Daggerfall. Соответственно, некоторые, скажем так, особенности движений и прочего перекочевали именно оттуда. Третий уровень является, как говорит раннер, Pain Point. Здесь мы должны немного послопиться по скалам, перейти в это здание, спрыгнуть с него и перейти уже в другое здание. Не спрашивайте, что это здание, я не помню, честно говоря. Наверняка они, скажем так, имеют название. Итак, это единственный раз, когда мы используем ОБ не для того, чтобы пройти сквозь дверь, а для того, чтобы пройти вообще в стену, в текстуры. И, как и во многих других играх, при сохранении загрузки мы теряем скорость, которую набрали вертикально, и, соответственно, мы не разбиваемся при загрузке в полете. Подходим к очередной двери, которую надо пропустить, потому что открывать ее это очень долго и нудно и бесполезно. Не всегда это получается с первого раза, но, тем не менее, нормально. Ну и да, если кто-то не понял, стрейфиться в этой игре быстрее всего. То есть идти по диагонали. В таких играх, конечно, так именно работают, тем более в старых, из-за наложения векторов такое происходит. Итак, кстати, для того, чтобы... Так, дайте сформулировать в голове. В общем, да, кое-где рекомендуют для хорошего слоп-клипа, ну и просто выхода в ОБ. Также использовать более высокий DPI, включать звуки в игре и проще. Чтобы максимально... Паширмышка двигалась максимально быстро, без каких-либо просадок. Да, и насколько я знаю, вообще эта игра на MC-DOS сделана. Но есть community patch, который делает ее более стабильно для нынешних систем. И да, если кто-то не понял, мы сейчас по сюжету игры находимся именно в будущем, когда терминаторы захватили все вокруг. И... И... Дата выхода игры 97-й год. Соответственно, никакой третьей части не было. Есть только когда-то выпущенная первая, и 6 лет назад выпущенная вторая. Красота! И да, сейчас у раннера слайд-шоу, это не в игре, это на стриме. К сожалению. Мы подбираем лазерную винтовку, насколько я понимаю. Хорошее оружие, которое заменяет нам нашу двустволку и коктейля молотого. Теперь у нас граната и винтовка. Так, теперь у нас небольшая секция с затоплением корабля. Подводной лодки. Странно, что терминатор до сих пор использует подводную лодку старого образца. Они построили что-то прям сверхновое для того, чтобы борзить море-океаном. Ну да, у нас тут небольшая подводная секция. К сожалению, мы двигаемся немного медленнее в ней, но в целом нормально. В целом мы справляемся, мы проходим... Здесь мы кликаемся сквозь решеточку. О, даже без паузы. Это можно сделать с помощью обычного стрейфа. И да, как видите, у нас есть два полоски армора и хелса. Они... И насколько я помню, между уровнями, да, они немного пополняются, но не полностью. Где-то наполовину. То есть если вы потеряли почти всего хп, то... А сейчас следующий уровень где-то с половиной армора и половиной хп. Такие дела. И так... Мрайнер умер. Ну окей. Я даже не заметил как на самом деле. И игра крашнулась. Ну, бывает еще. И честно говоря, рад, что такие игры до сих пор можно запустить нормально. Более-менее. Я, честно говоря, даже упустил каким образом он умер. То ли от того, что... Кто-то ему стрелял в спину. То ли из-за того, что он прыгнул в воду, и там у него было очень мало хп, и он сразу же утонул. И да, под водой у нас сначала убавляется армор, а потом только хп. Нет, не так. Скайнет. Окей. Так. 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 Итак. Райнер надеется, что не будет ничего с игрой происходить больше. Больше никаких крашей. И, к сожалению, да, у нас последний сейв достаточно далековато. И еще у нас съехал захват игры. И мы вообще теперь не видим наше здоровье. Ну, точнее, наверное, Райнер все-таки веет, но мы не видим. Ну ладно, благодаря... Чувакам на пульте проявления GTK мы можем... Они все-таки это пофиксили. Итак. Так же при перезаходе в игру на процесс настройки графики, нам надо снова поставить ее на минимальное разрешение, чтобы у нас все работало нормально. Ну ладно, я не любил Тодда Хауарда, я просто не люблю некоторые решения, которые он сделал в определенных видеограммах. Я просто хочу сделать это абсолютно очевидно. Окей. Теперь Райнер говорит, что будет все максимально чисто проходить, чтобы игра даже не думала его затроллить. Ну, пока что этим хорошо. Но, к сожалению, нет. Мы еще раз вымерли. Это очень плохо. Возможно, мы даже не успеем гостимать таким образом, потому что... ВР, которому принадлежит, является... Ну, ладно, там, с запасом достаточно большим. 12 минут 40 секунд у него ВР. Ну, тем не менее. Ну, тем не менее, уже... По коленным чашечкам молоточки уже стучат потихоньку. Когда нам нужен дест этот мем, на самом деле? Это немного туповатый мем, но он все еще в обиходе. Это странно. Райнер говорит, что он теперь будет играть более сейфово. Особо даже не разгонять, чтобы не упереться лицом в пулемет противника. И чтобы у нас не улетело хп. Очень быстро. Ну, окей. Видимо, у нас все-таки получится. В этот раз. Это, вроде, последняя секция, где... Ну, последний уровень, где мы именно ходим пешком. Очередное дергание мышкой, очередные слайды, стрейфы, и мы на другой стороне уже оказываемся. И грузовичку нашу подходим. И так, теперь у нас просто покатушечки на грузовике. И райнер, ну, руинить, в принципе, здесь уже негде, на самом деле. Да, мы можем немного застакаться в местном варианте AT-ST, только терминаторском. Хоть и бейте, но кроме T-800 и T-1000 я не знаю. Ну и T-X, ладно. Я не знаю модели терминаторов. Ну, T-X, по идее, появилось позже. События этой игры. Ну, точнее, в принципе, в годах производства фильма, а не хронологии вселенной. Так что я не разбираюсь, какие тут терминаторы по моделям есть. Итак, мы можем просто спрыгнуть в взрывающийся мост, и это все равно защитет нам то, что мы прошли эту миссию. Такие дела. И последний уровень, это у нас уже истребители, мы влетаем. Опять-таки ничего особо интересного здесь не будет происходить, мы даже игнорируем врагов, которые... Которые на нас вылетают, так что мы максимально мирно проходим вперед. Даже особо никуда не стреляем. Но вообще, насколько я помню, у летающих противников здесь хитбоксы очень высоки, то есть мы можем стрелять немного выше них визуально, но все равно по ним попадать. Но ранее рассмотрю в этом, здесь уже даже не заморачиваться с этим. Ну да, что характерно, стрейфом истребители все еще быстрее, как и пешком. Окей, мы приземлились и... А, нет, сорян, я соврал, вот теперь уже последний левел. Окей. Ладно, видимо он был совсем короткий, поэтому я его даже не заметил. Ладно, окей, это все-таки... Есть еще левел с ходьбой пешком. Ладно, я вам соврал. Бывает. Надеюсь, рейнер не умрет, как он говорил здесь, потому что... Очень, да. Приходится много раз прыгать вниз. Различные... Ну а фул демаж здесь очень большой. Подожди, пришлось нам рестартнуть левел, чтобы нормальная у нас была пхп. К следующей попытке. Это если вы хотите, чтобы я вам сказал сюжет игры, я не знаю, мы просто... Солдат из будущего, который... Вот замечательно, мы... Нажали кнопку сквозь стенку. Принимитесь куда надо, и... Все. Мы... Мы все выполнили. В общем-то, мы солдат из будущего, который просто гасит терминаторов пачками. 50... 70.56. Замечательно. Рейнер успел. Клапу в чат, пожалуйста. На самом деле, я не особо слил, сколько у него там времени под конец оставалось. Иначе бы, конечно, хайповал немного. Типа успеет, не успеет, успеет, не успеет. Успеет, не успеет. Успеет, не успеет. Я буду... Два быстрых вещи. Одно для Альберта Альберта. Вот, кстати говоря, дизайн тот Говард. Можно заметить. Еще молодой тот Говард. Еще молодой. Ну, окей. Уложил свой стимейт, это уже хорошо. Ну и да, Рейнер говорит, что у него VR является одновременно и сабмишеном на ГДК этого года. Так что, в принципе, посмотрев его VR, можно по его комментариям понять, что в принципе он там делает. Что, кстати говоря, очень удобно для подготовки и комментирования.